Лес здесь валит везде, любой, без разбора. Лиственницу, сосну, березу, что угодно. Валит лес даже в водоохранной зоне. Вот там вот протекает река Охорка, но это никак не останавливает лесорубов. Золаринский район Иркутской области уже несколько лет снабжает поднебесную лесом. Еще совсем недавно все местные деревни были завалены кругляком, но сейчас его складируют вдоль так называемых технических дорог, подальше от личных глаз. По дороге к одному месту рубок увидели и другое, всего в 300 метрах от деревни Хортогна. Здесь лесорубы отработали ночью, только что выехали, колея еще совсем свежая. Бригада все еще на месте, они никуда не собираются уходить отсюда. А что столько лет ты говорили? Документы у нас есть. С документами здесь у всех порядок, только вот разрешение выдается на один объем, а вырубается совсем другой. По документам здесь все легально, но в реальности нарушение на нарушение. Во-первых, лес валит в огромных объемах. Во-вторых, валят в основном молодые деревья. И здесь лежит более миллиона кубометров леса, приготовленного к отправке в Китай. Отдельный разговор – это то, как рубят. Творится все равно безобразие. Должно, за собой арендатор обязан прибрать за собой. Посмотрите, хоть сейчас все под снегом, но все равно видно, как все навалено. Лежат штабеля с лесом, тут же бардак. Это пожарная опасная зона. Леснику был задан вопрос, почему так, он говорит, ответил, что для быстрого перегнения. Я считаю, что так не должно быть. А скажи, пожалуйста, а вот этот лес, он куда потом идет? Он для населения Иркутской области? Нет, арендатор имеет право, конечно, как арендатор, он имеет право отправить его, кому хочешь продать. А кому отправляют, как правило? Ну, все отгружается и идет в Китай. А местным? Местным? Ну, разрешаю, как сегодня пояснил мне глава, местным подходит по заявлению, если пишут, обращаются к нему, щелобитные, так скажем, на забор колушки какие-то там, вот объяснили где-то, что-то, отход, не нужен материал, они им просто, вот, получается, вот, смотрите, да, выкашен весь лес, большой отберется, маленький останется. Вот это, что останется местным, потом по заявлению можно отдать. Я не понял, получается, то, что лес китайцам, отходы местным? Да, да. Чтобы вывезти лес, так называемые арендаторы, а это те, кто взял участок в аренду и валит тайгу, строят даже мост, ибо это очень выгодно. Впрочем, мост преподнесут как благотворительность. Представители Министерства лесного комплекса Иркутской области сделали очень много, чтобы прекратить банальное воровство леса. Но это когда вообще без документов валят. Но когда за них все уже решили в Москве, то лесники, увы, бессильны. Это решается все на уровне Москвы. И почему уходит он в Китай, арендатор сам вправе решать, куда ему отправить лес, потому что он берет эти участки в аренду, и он готовит этот лес. И он сам решает, куда ему нужно отправить, и зачем ему нужно отправить. То есть это мы в этом, как бы я вам еще про это прокомментировать не могу. Эта индустрия могла бы приносить колоссальные деньги в бюджеты Иркутской области. Но, увы, все доходы идут в Москву. Столица хорошеет. А некоторые иркутяне живут в полуразвальных деревнях. Без дорог, электричества и даже связи. Случить что, они не смогут вызвать ни пожарную, ни скорую. С 96-го года, 8-го пускай. Тут пьяник-то был, так сжег станцию, порастащили. Как вы, как вы связываетесь, какой у вас телефон, как вызвать скорую помощь в случае чего? А это что надо говорить? То у меня телефона нету, а тут нигде телефона нету. То есть если что-то случится, ни скорую, ни пожарную не вызвать? Никак, ничем. Никак. А глава района у вас как часто бывает? Или глава поселка? Вы имеете в виду председателя нашего? Бывает. Он мне продукты привозит. Там деньги получат, он продукты мне привозит. Когда приезжает... Вы просите его купить, да? Я пишу, они там получат пенсию и закупают продукты. За вас получают? Да, и продукты закупают. Я не обижаюсь на это, я без продуктов не сижу. Вы, главное, без электричества, без связи сидите в 21 веке. Так а что... Ну, что я сделаю? Вы какую компенсацию получили, когда наводнение было у вас? Ну, Самойлович, как Владимир Васильевич, да? 10 тысяч привезли сюда. Почему? Три куля картошки. Когда приезжали после наводнения, сразу куль привезли. Потом еще вот три куля. Постель вот привезли. Они просто не знают, что где-то в Москве бюджет более 2,5 триллионов рублей. Эти люди пока не возмущаются. И это вовсе не удивительно. Ибо они просто реально не знают, как живут в других местах. Когда мы ехали в гости к этой женщине, районная администрация попросила передать ей положенный по закону радиоприемник. Но включить девайс так и не получилось. Он не исправен. Редактор субтитров А.Семкин